Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Первая в истории региона женщина-кандидат. Кто, кроме Людмилы Сусловой, претендует на должность губернатора края? Жители микрорайона Новоалтайска почти готовы попрощаться с голубой мечтой. Почему новенький газопровод уже порос сорняком? Песок и вода. Все чисто. Барновольский городской пляж открыт официально. Пятый по счету и первая в истории края женщина-кандидат выдвинула на пост губернатора Алтайского края. При этом в региональном избиркоме уверены, что список претендентов еще пополнится. Первым кандидатом на должность главы региона стал в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он выдвинут партией «Единая Россия». Сегодня в Барноволе начал работу его краевой предвыборный штаб. Вторым зарегистрированным кандидатом стал предприниматель Андрей Крылов от партии «Роста». Также края избирком принял документы у депутата КЗС Владимира Семенова, выдвинутого ЛДПР. В губернаторских выборах намерен участвовать и общественник Виктор Рао от партии «Яблок». Он сдал документы в края избирком 6 июля. А сегодня свою кандидатуру выдвинула Людмила Суслова. Партия «Справедливая Россия» – это первая в истории о выборах главы нашего региона женщина-кандидат. Заметим, что всем кандидатам после их регистрации в края избиркоме нужно пройти муниципальный фильтр, собрать свою поддержку 534 подписи муниципальных кандидатов и избранных сельских глав. Добавим также, что список кандидатов на пост губернатора края еще пополнится, поскольку предоставить документы в избирательную комиссию, пояснили в ней, намерен выдвиженец еще от одной политической партии. К другим темам. Обещанного три года ждут. Это вот, увы, про них. Жители Новоалтайского микрорайона Валежановка живут без газа уже полвека. Три года назад по краевой программе развития газоснабжения и газификации края газопровод все-таки построили, но в эксплуатацию не ввели. Ростехнадзор не пропустил объект, подрядчик допустил многочисленные нарушения. Сейчас газопровод зарос сорняками, местные жители уже готовы попрощаться с голубой мечтой. Подробности в материале Валентины Аскеровой. Если бы нам не обещали, мы бы, наверное, уже бы сидели как ровно, да? А это прорыли, колонки поставили. У нас на колонку только остался венок, и как будто его похоронили. Газовый котел заменяет тумбочку, счетчик и трубы в доме лишь декорация. Стоимость бутафории 70 тысяч рублей. Три года назад, когда было закончено строительство газопровода в Валежановке, пенсионерка Любовь Васильевна взяла оборудование в кредит. Женщину и других жителей заверили, что как только в доме будет установлена техника, голубое топливо не заставит себя ждать. Но газа нет, а обязательства перед банком есть. Ежемесячный платеж – 4 тысячи рублей. Это полпенсии. А ведь еще нужно топить печь и на чем-то готовить еду. На наш дом надо 6-7 тонн угля. Вот мы сначала берем 2 тонны, ждем газ, 2 тонны возьмем, вдруг нас подключит. Потом снова берем 2 тонны, потом еще тонну берем, чтобы как бы, ну, все ждем. Обещают каждый год и в год по несколько раз жалуются люди. Газа ждут сотни человек. Писали многочисленные жалобы в администрацию, прокуратуру и уже готовы судиться с подрядчиком, который, по их словам, не выполнил свои обязательства. Вот обидно. Ходим, выходим везде и ничего не добиваемся. В 2013 году администрация края заключила соглашение с Большим Газпромом, благодаря которому через 2 года в Вележановке должен был появиться 12-километровый газопровод. Появился, причем его полностью профинансировал Газпром. В 2015, когда объект построили, Ростехнадзор его не принял, выявив массу нарушений. Но, как нам пояснили сегодня в администрации Новоалтайска, проблему спустя 3 года наконец удалось решить. На сегодняшний день все замечания Ростехнадзора устранены. Поэтому надеюсь, что все-таки в следующей неделе, по заверениям Газпрома, этот объект будет ввел в эксплуатацию. Уже через неделю, по словам чиновников, люди забудут, что такое газовые баллоны и уголь. Правда, не все. К новому газопроводу подключится только 206 домов. Всего в Вележановке больше 600 владений. Больше половины жителей микрорайона продолжает грезить и слезно просить голубое топливо. Правда, и здесь администрация Новоалтайска заверила, что не бросит своих жителей и будет делать все возможное, чтобы дать газ всем жителям микрорайона. Хотя сколько на это потребуется времени, так и не ответили. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Бесплатно и анонимно. Барна улицы сегодня проходили экспресс-тестирование на ВИЧ. Акция Краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом длилась 6 часов. Проверить свое здоровье и сдать кровь пришли более 80 человек. Но, к слову, сегодня в крае, по данным специалистов, проживает более 20 тысяч ВИЧ-инфицированных. Сергей не скрывает своего лица. Мужчине нечего стыдиться, ведь он заботится о своем здоровье. Анализ крови на ВИЧ-инфекцию старается сдавать регулярно. И не потому, что находится в группе риска, а потому, что жизнь такая, говорит Сергей. Опасности на каждом шагу, в буквальном смысле слова. В подъезде пошел там, допустим, если шприц там валяется, поднял его незначай, или там в тапочках идешь, запнулся там. Это необходимо, потому что свое здоровье, оно должно быть защищено. Кровь берут из пальца, уже через 15 минут готов результат. По заверению специалистов, экспресс-тест точен на 99%. Во всяком случае, еще ни разу не было осечек. А подобные акции в Краевом центре по профилактике борьбе со СПИДом проводят не впервые. Врачи говорят, сегодня ВИЧ не приговор. Если раньше болезнь считалась смертельной, то теперь она хроническая. И даже инфицированная женщина может родить здорового ребенка. Естественно, при постоянном контроле специалистов и лечении. На сегодняшний день есть профилактическое лечение, которое назначается беременной женщине в период беременности, и потом после родов ей и новорожденному ребенку, который дает возможность оставаться здоровым. Бесплатное экспресс-тестирование началось сегодня в 9 часов утра. А уже к полудню кровь сдали 40 человек. У трех обнаружен вирус. Людей отправили на дополнительное лабораторное обследование. Врачи говорят, СПИД это не простуда. На протяжении нескольких лет человек может и не знать о болезни. А потому сдача крови на ВИЧ должна стать привычкой для каждого. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости. Впервые за долгие годы жители краевой столицы уже во второй раз вышли на улицу, чтобы открыто и громко протестовать. Так они выражают свою позицию на предложение повысить в стране пенсионный возраст. На этот раз недовольной инициативой собрались под флагами коммунистов. Кто не пришел сегодня, это означает, что он дает молчливое согласие на это. Нужно бороться за свои права. К такому выводу приходят все больше жителей края, недовольных новой пенсионной арифметикой. Правительство России выступило за повышение возраста выхода на заслуженный отдых для мужчин на 5 лет, для женщин сразу на 8. На митинг в Барнауле пришло больше тысячи человек. Такой явки коммунисты края давно не припомнят. Пришла разнарядка, в которой есть аргументы. Почему надо проводить пенсионную реформу? Дожились до того, что работающий человек дольше живет. Как сказал депутат Госдумы от КПРФ Парфенов, следуя этой логике, отмена пенсии – это путь к бессмертию. Мы против, разумеется, повышения возраста. Разумеется, это грабеж. Почти месяц, как страна переваривает предложение правительства. Шок прошел, теперь люди рассуждают о последствиях такого решения. Люди, которые уже в таком возрасте будут работать, они, естественно, будут работать на низкооплачиваемой работе, а пенсии уже добавки у них не будут. Как выживать? Никак. Через два года я выйду на пенсию и где-то как-то смогу со своим здоровьем хотя бы где-то подлечиться, что-то посидеть. У меня уже, честно сказать, сил нет. Государственные чиновники в своих призывах согласиться с реформой объясняют, что будут созданы дополнительные рабочие места. Например, здравоохранение, образование и госуправление, работа наставниками. Что это за новая профессия такая? Итог митинга – 1200 подписей против повышения пенсионного возраста. По словам организаторов, их задача – добиться всероссийского референдума для решения этого вопроса. 28 июля собравшиеся сегодня намерены вновь выйти с плакатами. В этот день пройдет общероссийская акция протеста. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Рассчитаться за проезд в общественном транспорте к краевой столице теперь можно и браслетом. Продавать новые гаджеты уже начали. Наши корреспонденты решили узнать, охотно ли браслеты покупают пассажиры. Для этого они отправились в ближайший киоск «Лига Пресс». Через эту сеть организована реализация средств электронной оплаты проезда. На выбор предлагают несколько цветов. Браслет можно отрегулировать по размеру. Стоит он 290 рублей. К слову, транспортная карта всего 100. Две недели назад привезли браслеты, а пока только спрашивают, интересуются. Но еще никто у нас, лично в нашем киоске никто не покупал. Как вы думаете, почему? Присматриваются. Я думаю, приглядываются. И нужна реклама. Пока выпущено ограниченное количество браслетов, так сказать, на пробу. При покупке гаджета на него записывают тарифный план. Браслет, так же, как и карту или брелок, необходимо прикладывать к терминалу, который находится у кондуктора. Боец Джефф Монсон объявил, что завершит карьеру именно на Алтае. А пока легендарный спортсмен здесь у нас намерен популяризировать некоторые виды единоборств. Вот назначен большой турнир на 11 августа, который пройдет в Алтайском районе. Сюда же Монсон приехал накануне показать себя и потренировать других. Вместе с ним на праздник Алтай Пелосфест приехали и Иванушки Интернешнл. Визит совпал с игрой команды Черчесова, так что зрители еще и за футболистов наших смогли поболеть. Джофф Монсон! Брочи аплодисменты! Вот такой он снеговик в сланцах, шортах и футболке, словно только что с пляжа. Еще у Брочи, друзья! Ребята подшучивают, как бы не растаял снеговичок на алтайском солнце. Вот только Монсона местной жарой вряд ли можно удивить. Уже привык. Детский психолог по образованию начал не с теории, а сразу же перешел к практике. Вот так боец работает, как говорят профессионалы, в стойке. А вот уже, если говорить все тем же языком из единоборств в портере, коронный прием Север-Юг, о котором по всему миру ходят легенды, мальчишки из спортивных школ Сибири теперь готовы применить на практике. Цель таких визитов Джеффа – привлечь как можно больше молодых ребят в этот вид спорта. Для этого здесь, в Алтай-Пэлос, создан специальный проект. С помощью этого промоушена мы будем давать дорогу молодым, мы будем просматривать ребят наиболее перспективных, заключать контракты и промоутировать на территории Российской Федерации и, соответственно, на зарубежных промоушенах. Он мечтал стать пожарным, правда, а потом с головой ушел в смешанное единоборство. Спортивная карьера, титулы. Уже на Алтае планируют целую серию больших турниров. Первый назначен на 11 августа, вот в этом живописном месте, которое так напоминает родину Джеффа. Три основные вещи, которые я буду делать в проекте – подбор бойцов, промоушен и развитие детского спорта на Алтае. Я рад, что у меня появились партнеры заниматься этими тремя направлениями. Попалась! Что, пешком-то не пошли, Андрей? Два этажа, все. Наверняка здесь бы пригодилась сила Монсона, но он после мастер-класса пошел в спортзал. Пока хедлайнеры вечера Иванушки Интернешнл ждали лифтера, их ждали несколько тысяч зрителей. Оказалось, что судьба к ним не так уж жестока. С большим опозданием они все же появились на сцене. Пока теперь уже наш соотечественник раскачивал мышцы, не менее знаменитое трио раскачивало толпу. Возможно, в этот момент Андрей Григорьев-Аполлонов мечтал оказаться дома, на родине. Ведь именно в Сочи, на стадионе Фишт, разыгрывалась путевка в полуфинал чемпионата мира. Радость, разочарование, вновь разочарование и снова радость. За два с небольшим часа болельщики вместе с футболистами пережили, пожалуй, все эмоции, какие-либо возможные. Расходились в полной тишине, со слезами на глазах. Сборная покинула домашний для себя чемпионат мира. Джефф и Иванушки обещали вернуться сюда, в Алтайский район, Алтайского края, в который уже успели влюбиться. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. В Барнауле продолжается пляжный сезон. Купаться и загорать теперь уже абсолютно официально можно и на городском пляже на острове Помаскин. Открыли его 7 июля. Напомним, популярное среди барнаульцев место отдыха планировали открыть гораздо раньше. Сначала реализации планов помешал высокий уровень воды в Абии. А затем разрушительный ураган 23 июня. Он повалил деревья, разрушил кафе и биотуалеты. На пляже не было воды и света. Администрации Центрального района пришлось принимать экстренные меры для восстановления места отдыха. Восстановили очень быстро, оперативно. Отдыхается классно. Я уже разом четыре сюда прихожу. Мне здесь нравится. Ну, в общем-то, хорошо, мне понравилось. Вода чистая, пляж тоже. Сейчас здесь уже ничего не напоминает о разрушительной стихии. Есть лежаки и детская зона. А главное – чистый песок и вода. Все разрешения надзорных органов руководством пляжа получены. О безопасности отдыха тоже позаботились. На острове Помаскин работают спасатели, врачи и полицейские. Екатерина Шахова, Павел Лауронин, Зоя Хушвакова. Наши новости. В Барнауле переносили жен на скорость. Забег мужей получился довольно веселый, но травмоопасный. Чемпионат по переносу слабой половины человечества проходил уже несколько лет. В этом году его приурочили ко дню семьи любви и верности. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Встала, отряхнулась, пошла дальше. На синяке падений здесь никто не обижается. Каждая нож на чемпионате по переносу жен старше 18 лет и весит больше 49 килограммов. Способ переноски пара выбирает самостоятельно. Способ мягкого падения тоже. Удержать жену на дистанции в 25 метров и прийти первым к финишу – цель каждого мужчины. Если падение все-таки произошло, забег продолжается с начисления штрафных секунд. Семья Орловых на чемпионате впервые. В СМИ занимаются волейболом, плаванием и боксом. Спортивное прошлое и настоящее помогло в победе. Я на него в кучку взялась, он меня понес так легонько, как страус. Как команда? Да. В копилку семьи победителя упало 10 тысяч рублей. Приз за победу. Кстати, идея переносить жен на скорость родилась в Финляндии. Там забеги пар проходят более грандиозно, с участием семей из разных стран. В Барнауле чемпионат пока не так популярен, но возможно он станет любимым видом семейного спорта. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Низкая заработная плата, слабая техническая база и отсутствие свежих кадров. Именно эти факторы, по мнению целого ряда экспертов, мешают развитию спорта на Алтае. Тема стала одной из центральных во время обсуждения в рамках круглого стола, который прошел в сибирской медиагруппе. Проблемы массового и профессионального спорта и пути их решения обсуждали известные на Алтае журналисты, политики и чиновники. С подробным докладом о ситуации в этой сфере края выступил специальный корреспондент российской газеты в Барнауле Сергей Зюзин. По словам эксперта, на спортивную сферу в крае выделяют слишком мало средств. Но вот к тому же за последние годы профессиональным краевым командам и вовсе урезали бюджеты. В некоторых случаях это десятки миллионов рублей. Ну а потому клубы вынуждены экономить, отказываться от сборов и перспективных игроков. Как итог, слабые результаты. В детско-юношеских школах проблемы все те же. Низкая заработная плата у тренеров и порой устаревший инвентарь. Осенью той встретил директора одной из спортшкол, на нем лица не было. Говорю, что такое? Он говорит, ну сразу две команды вышли во всероссийские финалы. Я говорю, так радоваться надо. Он говорит, так денег нет. А сейчас пойду в управление, меня будут бить, и мне скажут, мы тебе говорили, денег нет. Зачем они вышли? Еще одна острая тема – спортивные недострои. Конечно, объекты в регионе появляются, но их катастрофически мало, добавляет эксперт. Но вот, к примеру, закрыть дефицит льда в Барноле должен был дворец спорта на проспекте Сибирском. Но стройка заморожена, а сам проект урезан до обычного катка для тренировок. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания Валар. Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На большей территории края ясно и тепло. В Заринске, Бийске и Змеиногорске – до 27 тепла. В Славгороде, Рубцовске и Олейске – 29 выше нуля. В Барнауле тоже ясно. Северо-восточно умеренный ветер. Ночью до 14, днем – 27 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня это все новости. До встречи. Яков Беляев служил на Тихоокеанском флоте. Участник войны с Японией. В 45-м году пулеметчик батальона Яков Беляев одним из первых высадился в китайском борту Сейсин. Открыл пулеметный огонь и обеспечил во время штурма прохождение своего подразделения. Был ранен, но остался в строю. В этом бою погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Навечно зачислен в списке одной из воинских частей Тихоокеанского флота. Имя героя носит улица Владивостока, Таштагольская школа-интернат в Кемеровской области.